Ученица 10-го класса Айгерем Ержанхаза из Аягуза разработала автоматизированный инкубатор. С его помощью можно вывести птенцов-перепилов. В будущем она планирует развивать свой проект. Инновации, развитие науки и техники – одно из основных направлений повышения конкурентоспособности страны. В последнее время наблюдается значительный интерес школьников к научным проектам. Ученица 10-го класса многопрофильной гимназии Аягузского района Айгерем Ержанхаза с помощью своего руководителя создала программу «Ардуино» для инкубатора. В Аягузском районе и в целом в нашей области птица-перепел практически исчезла. Целью проекта было создание инкубатора для повышения численности этой птицы. Мы разработали инкубатор с использованием различных платформ, платы «Ардуино» и приступили к автоматизации проекта. Этой работой мы занимались в течение одного года. За это время на сборку различных платформ, датчиков ушло очень много времени. Перепелке потребовалось 17 дней, чтобы вылупиться. Установлен датчик, который определяет температуру и влажность в инкубаторе. Данные с него можно отслеживать, подключив к ноутбуку. Ученица сначала поместила 20 яиц в инкубатор и наблюдала за ними в течение 17 дней. В результате на свет появилось 5 цыплят. Перепел – очень востребованная птица в наши дни. И мясо, и яйца полезны для человеческого организма. Мы узнали, что несмотря на маленький вес и размер птицы, она имеет много преимуществ. Например, витамины в ней могут помочь в лечении от различных заболеваний. В ходе сбора теоретических данных мы обнаружили, что перепелиное яйцо в 5 раз полезнее куриного. Также мы узнали, что при сахарном диабете, высоком кровяном давлении, при различных аллергиях, витамины, содержащиеся в перепелиных яйцах, могут значительно помочь организму. Если сейчас внутри инкубатора можно произвести 50 цыплят, то в будущем Айгирим вместе со своим руководителем планирует создать инкубатор, вмещающий 500 яиц. Перепелиные яйца очень полезны для человеческого организма, поэтому Айгирим хочет развивать этот проект дальше.